Для чего надо проводить детокс? Какие принципы осеннего детокса? Какие продукты можно употреблять для очищения организма? Смотрите видео до конца, чтобы разобраться, когда надо и как надо очищать организм. Перед началом видео хотим всех поприветствовать и пригласить подписаться на канал, чтобы всегда быть рядом с вами. Мы создаем видео, которые помогают поддерживать ваше здоровье. Наш организм постоянно находится в работе, постоянно протекают различные биохимические процессы. В результате метаболизма выделяются продукты, которые необходимо выводить, что организм делает через кишечник и почки. Но не всегда все проходит гладко. В некоторых случаях на стенках сосудов и кишечника, в печеночных клетках, на почечных структурах могут осаждаться молекулы токсических веществ. Количество их постепенно накапливается, что приводит к засорению организма, развитию постоянной интоксикации. Для чего надо проводить детокс? Детокс – это сокращенное обозначение детоксикационных мероприятий, то есть проведение очищения. Очищать организм необходимо каждые 3-4 месяца. Тогда у него постоянно будут сохраняться силы на активную деятельность и противостояние различным инфекциям. При проведении очищающих мероприятий организм выводит накопившиеся токсины и шлаки, улучшает работу внутренних органов и нервной системы, стабилизируя деятельность иммунитета. После того, как организм покинут токсины, происходит восстановление оптимального режима деятельности сердечно-сосудистой системы, повышается пищеварительное способность желудочно-кишечного тракта, восстанавливается водно-электролитное соотношение, активнее начинают работать витамины, стабилизируется гормональный фон. В результате проведения детокс-мероприятий улучшается обмен веществ, стимулируются процессы обновления клеток, а значит происходит омоложение и отодвигается старение. При нормализации метаболизма уменьшаются возможности накопления жира, что приводит к уменьшению массы тела и профилактике развития метаболического синдрома. Если регулярно проводить детокс организма, то возможности формирования онкозаболеваний и хронического воспаления сойдут на минимум, а это значит, что деятельность всех органов и систем будет всегда в порядке. Какие принципы осеннего детокса? Самым простым, доступным способом очищения является соблюдение детокс-диеты. Детокс-диета – это неделя или 10 дней на разгрузочном питании, с употреблением в пищу только тех продуктов, которые не могут вызывать засорение, а также способны стимулировать деятельность кишечника и почек, то есть обладать послабляющим и мочегонным эффектом. В зависимости от времени года в основу детокс-питания кладутся те или иные продукты. При использовании детокс-питания следует сопровождать прием пищи большим количеством воды, не менее двух литров в день. Помните, что входить в разгрузочную диету надо постепенно, заранее исключая из употребления сладости, газированные напитки, копчености, полуфабрикаты. Основой любой детокс-диеты являются овощи и фрукты. В этом осенний период очень хороший помощник. Ведь осенью можно использовать плоды из собственного сада и огорода, а значит быть полностью уверенным в том, что они не содержат в избытке вносимых минеральных удобрений и других вредных химических соединений. Овощи и фрукты содержат натуральные волокна, пектины, которые лучше любого медикаментозного сорбента очистят кишечник и избавят тело от ядовитых веществ. Во время разгрузочных диет следует исключить прием алкоголя и курения, употребление газированных напитков, солений и сладостей. Весь рацион должен быть исключительно растительный. Желательно каждый день начинать со стакана теплой воды с лимонным соком. Какие продукты можно употреблять для проведения детокс-диеты осенью? Проведение недельного разгрузочного питания позволит улучшить общее состояние и самочувствие, повысить активность, физическую и умственную работоспособность. В период очищения можно употреблять различные салаты из свежих и вареных овощей, делать смузи, использовать натуральные соки. Для очищения подойдут крупяные изделия, каша из различных цельнозерновых круп, только таких, которые содержат минимум калорий. Это гречневая, овсяная, пшенная, но ни в коем случае не манная или рисовая. Примерное меню на 10 дней может выглядеть следующим образом. Первый день. Гречка, сваренная с минимальным количеством соли, а лучше совсем без соли, приправленная зелеными овощами, луком, укропом, петрушкой. Второй день. Овощной суп на воде, ягодный смузи. Третий день. Отварная белая или красная фасоль с зеленью, компот из свежих фруктов. Четвертый день. Вегетарианский борщ с фасолью, смузи из ягод. Пятый день. Отварная пшенка с зеленой фасолью, компот из сухофруктов. Шестой день. Два крупных свежих яблок, вареная гречка. Седьмой день. Творог с фруктами, салат из свежих овощей. Восьмой день. Запеченные кабачки, посыпанные укропом, стакан кефира. Девятый день. Одно запеченное яблоко, смузи из ягод с йогуртом. Десятый день. Половина килограмма нежирного творога, яблоко, компот из чернослива. Указанное блюдо можно есть 4-5 раз в день. Такая диета поможет разгрузить работу желудочно-кишечного тракта, выведет токсины, активизирует метаболизм. В итоге произойдет не только очищение, но и уменьшится масса тела.